Привет, Маш! Я хочу обсудить с тобой один из твоих разговоров с клиентом. Помнишь, ты его сегодня слушала? Давай проанализируем его и возьмем в работу те моменты, которые нужно исправить. Предлагаю разложить разговор на этапы и обсудить каждый из них. Согласна? Этап установления контакта с клиентом. В разговоре слышно, что сразу после твоего приветствия клиент озвучил свою потребность. Однако не спеши переходить сразу к делу. Познакомься с клиентом, уточни, как его зовут и представься сама. Согласись, разговор пойдет немного комфортнее, когда вы будете немного ближе знакомы. Причем, обрати внимание, в данном диалоге данному клиенту это было важно, потому что он представился сам. После того, как он это сделал, уместно дальше использовать его имя. Этап выяснения запроса клиента. Что мы имеем? Клиент позвонил с уже сформированной потребностью. Как ты думаешь, Маша, что нужно было сделать на этом этапе? Верно. Проясни детали, которые помогут тебе подобрать нужный продукт. Например, спроси, есть ли пожелания по моделям оборудования. Возможно, клиент уже рассматривал какие-то варианты. Главное, не бойся задавать вопросы. Они помогут прояснить желание клиента и подобрать нужный для него продукт. Однако, избегай ненужных вопросов, которые только затягивают диалог. Например, информация о том, представитель какой компании сейчас звонит, на данном этапе не нужна. Дальше этап решения вопроса клиента. В идеале вопрос нужно решать в один контакт. Это удобно для клиента. Мы ценим его время и максимально быстро подбираем то, что ему нужно. Поэтому, если ты можешь решить вопрос сама, сделай это. Если тебе нужна помощь коллеге, согласна, ты можешь переключить. В твоем случае переключения не удалось. Такие ситуации бывают. Я дам тебе пару рекомендаций, как с ними работать. Самое главное, не заставляй клиента перезванивать. Уточни его контакты, удобное для связи время и передай информацию нужному специалисту. Уверена, что такая проактивность точно придется по душе клиента. Ведь каждый клиент хочет чувствовать свою важность и внимание к себе. А это точно повлияет на его решение, пользоваться нашим продуктом или нет. Если все-таки переключаешь, расскажи своему коллеге все, что удалось выяснить у клиента, чтобы последним не приходилось рассказывать заново о своем запросе. Этап завершения контакта с клиентом. У клиента обязательно должно остаться приятное послевкусие, даже если вопрос решить не удалось. Расскажи клиенту, когда ему перезвонят, пожелай хорошего дня, это точно не будет лишним. А главное, попрощайся. Это вежливость, которая должна быть в каждом диалоге. Телефонное общение – вещь тонкая. Нет визуального контакта с клиентом. Есть только голос, слова и действия. Используй их на полную. Добавь в свои диалоги бодрости и энтузиазма. Они станут маркерами твоей заинтересованности в клиенте. И, конечно же, не бойся брать ответственность за решение вопроса. Уверена, со временем ты увидишь результаты своих действий в виде повышения количества продаж. Удачи тебе! Смотрите. Смотрите.